К началу февраля положение белых на юге России стало аховым. Красные армии подступали к Ростову, и генерал Корнилов понял, надо либо сдаваться, либо сматывать удочки. По слухам, на Кубани советская власть еще не установилась. Значит, нужно двигать на Екатеринодар. 9 февраля добровольческая армия выступила в поход, прихватив с собой все, что было возможно, включая известных, но нелюбимых в войсках политиков. Бывшие авторитеты могли еще послужить антисоветским силам. А вот спасители Отечества. За неимением лучшего терпим. Пригодятся. Это, кажется, Гучков толстый. Ага. И в свое время будет расстрелян. Может быть покоен. Это была странная армия. Около трех с половиной тысяч штыков и сабель, но почти без рядовых солдат. Около двухсот человек в чине не ниже полковника. Остальные – обер-офицеры, юнкера, кадеты старших классов. Профессиональные качества войска выше всяких похвал. Плюс фанатизм. Большевиков, революции и все, что с этим связано, добровольцы ненавидели люто. В плен не сдавались и никого не брали. Все-таки пленные, Лавр Георгиевич. Гражданскую войну у пленных не бывает, Антон Иванович. Говорят, однажды, когда добровольцы перешли реку вброд, одежда схватилась ледяной коркой. Отсюда название – ледяной поход. Армия почти не имела припасов, продовольствие и деньги приходилось отбирать у местного населения. Симпатий к белым это не прибавляло. Что будет с Россией после предполагаемой победы, об этом мало думали. Знали одно – карать будут беспощадно. А по моему разумению, выбивать шампалами мозги из задницы – вот программа. А войдем в Москву, в первую голову повесить разных там Шаляпиных, Андрея Белого, Блока, Станиславского. Когда подошли к Екатеринодару, оказалось, в городе Красные пришлось идти на штурм. Затем еще и еще раз. Все атаки советские войска отбили, добровольцы потеряли четверть армии. Что делать, было непонятно. Взять столицу Кубани казалось невозможно. Отступать обратно в степи – смерти подобно. Но генерал Корнилов принял решение. Корнилов сказал, наденьте чистое белье у кого есть, будем штурмовать Екатеринодар. Екатеринодара не возьмем, а если и возьмем, то погибнем. Из воспоминаний генерала Деникина. Последняя попытка взять Екатеринодар провалилась. Сам Корнилов погиб от шального снаряда. Армия окончательно пала духом и принявший командование генерал Деникин приказал отступать. Спустя еще три недели добровольцы вернулись на Дон. Ледяной поход провалился, но стал отличной пиар-акцией. В добровольческую армию стали стекаться пополнения со всей России. И это рисовало генералам радужные перспективы. Гражданская война только-только начиналась. Андрей Валикжанин, Интелком. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова